Судебные разбирательства вокруг Окского моста продолжаются. Пока власти и подрядчик выясняют, кто прав и кто виноват, покрытие на мосту приходит в негодность и разрушается. К слову, под колесами автовладельцев уже появились ямы. В арбитражном суде Рязанской области прошло сразу два заседания с участием регионального Минтранса, дирекции дорог и компании подрядчика ООО «Альянс». Их иски друг к другу суд рассматривал 16 и 20 апреля. Напомним, в 2018 году «Альянс» ремонтировал мост через Аку в народе Солочинский. Всем помнится, как на протяжении нескольких месяцев единственный выезд из Рязани собирал многокилометровые, многочасовые пробки. Тогда объясняли, укладывается инновационное покрытие. По окончании ремонта все должны были ахнуть, а мост служить вечно. Но уже первые выезды на полотно привели многих в недоумение, покрытие оказалось откровенно неровным. Качество не очень довольное. Почему? Потому что оно все волнистое. Так уж давно, вроде говорили, переделывать хотели. Чуть никак не переделают. А что вас не устраивает? Ну неровность покрытия. Андрей Савичев, бывший на тот момент главой регионального Минтранса, объяснял некоторую волнистость неправильной эксплуатации. Новое руководство Минтранса решило, что все же качество покрытия не соответствует нормам и обратилось в суд, чтобы заставить подрядчика исправить ситуацию. Альянс успел первым, подал иск о взыскании с властей 23 миллионов рублей за дополнительные работы, необходимость которых всплыла в ходе ремонта. По этому иску в феврале 2020 года суд назначил экспертизу, которая завершилась в апреле. Проводили ее специалисты Московской лаборатории СКБ Инжиниринг. Результаты пока неизвестны. Результаты пока неизвестны.